Им дороги не нужны. В Новосибирске сделали остановку участники трофи экспедиции Мурманск-Владивосток. Команды рассказали о том, какие препятствия преодолевают на своих подготовленных авто и какие творческие задания выполняют параллельно. Сибирских экстремалов встречал наш корреспондент. 17 тысяч километров по бездорожью. 10 команд трофи экспедиции 23 февраля отправились из Мурманска во Владивосток. И вот спустя неделю добрались до Новосибирска. Едут не по трассам, а по заснеженным склонам. Поэтому поломки – дело обычное. Команда, которая, точнее, по крайней мере на тот момент считалась фаворитами, сломалась на первом спецучастке. И они долго ремонтировались. Потом они все-таки заменили эту машину. И все-таки продолжаются у них поломки теперь уже с той машины, на которой они поменяли. Пока ребятам не везет, но они стараются. Профессиональных гонщиков среди участников мало. В основном офисные работники. Есть команды кардиологов и даже священников, которые везут по стране икону с горы Афон. Мы заезжаем в храмы, мы заезжаем в хосписы, в больницы и в православные детские дома. Потому что в светские детские дома нагружать детей такими вещами, я считаю, не совсем правильно. Кроме технических и социальных задач, есть еще и творческие. Если команда хочет победить, то одного, пусть даже виртуозного, управления внедорожником мало. Во время движения до, например, Новосибирска у команд было задание получить поддержку у достаточно известных людей. Таких как Пугачев, Вячеслав Полунин, Олег Митяев, Диана Арбенина и многие-многие другие. Не все смогли этим воспользоваться, но некоторые уже заручились такими поздоровлениями, поддержками. И, собственно говоря, это тоже необычно и приятно, и то, чего никогда ни у кого не было. Впереди еще половина дистанции и больше тысячи километров пробега ежедневно. Из Новосибирска экспедиция отправляется на следующий этап – к озеру Байкал. А финишируют гонка в Международный женский день 8 марта во Владивостоке. Александр Могилин, Константин Стремаусов, Новости ОТС.